Ротуйте котика! Потушите пожар! Подскажите номер! Ротовальники на сувязи! Час без беги! Ротовальники на сувязи! В Минске произошло 633 пожара и прочих загораний, 11 человек погибли и 15 спасены. Что происходило? 30 марта утром в квартире дома номер 12 по улице Менделеева произошло загорание имущества в жилой комнате. До прибытия работников МЧС из горящей квартиры самостоятельно вышел мужчина, который был госпитализирован с ожогами конечностей 1-3 степеней на 12% тела, ну и отравлением продуктами горения. А все это произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении этого мужчины. Все стандартно. Днем того же дня на улице Прушинских, 42, у пенсионерки горел балкон. Этот инцидент произошел также из-за сигареты. Только вот непонятно кто виноват. Если в прошлом пожаре вот про мужчину этот самый мужчина был виноват, в этом случае окурок залетел к пенсионерке где-то из выше расположенных этажей. Вот и в девятом часу вечера 30 марта спасатели выезжали на возгорание два раза. В первом случае горел матрас в подвале на Мирошниченко 10, корпус 1. Кстати, очень частые случаи почему-то стали такие происходить. Доступ в подвал не ограничен был, имелись следы проживания. Ну и виновное лицо нашлось. Это неработающий мужчина, который курил собственно в этом подвале. Во втором случае на проспекте Дежинского горелый легковой автомобиль Dodge 99-го года выпуска. Причем загорание в моторном отсеке автомобиля произошло в момент его движения. Вот, 1 апреля, в день смеха, все-таки нашлись пару шутников, которые решили сообщить о вымышленном возгорании. Но теперь им придется ответить за ложные вызовы. Кроме этого, в обед в Первомайском районе на улице Текотского, 28, произошло загорание деревянных элементов голубятни и имущества на техническом этаже. Причина случившегося официально нарушение правил эксплуатации электростей и электрооборудования. Ну а если расшифровать, то мужчина, который содержал эту голубятню, решил поставить там обогреватель, чтобы было там теплее птичка. А мы с вами знаем, что бывает, если оставить обогреватель без присмотра. В итоге мужчина остался, к сожалению, и без голубей, да еще и со штрафом. Видишь, трэцетый день на полнозапровость. Ты приходишь и рассказываешь про то, что потерпели птушки. То одним в районте, то другим, то третьим. Птушки, вы не так бережите себе, клялась, когда у вас заклик. Ну и люди, конечно, так само. Ну тут не птушки виноваты, к сожалению, да. Тут, конечно, так, в этом выпадку мужчина. Видишь, как бывает. Так, в ночь на 2 апреля на контейнерной площадке на улице Червякова горели два мусорных контейнера. Ну, ты же знаешь, я бы не рассказывал про этот случай, если бы не поврежденный огнем рядом стоящий автомобиль Opel. С учетом частоты загораний мусорных контейнеров в Минске, а это часто очень происходит, я просто о них не рассказываю, ну потому что, ну, горел мусор и горел. Тем не менее, настоятельно рекомендуем гражданам не парковать свои автомобили вблизи мусорных баков, конечно. Вот, в девятом часу вечера, субботы, на территории строительства жилого дома по улице Николы Теслы, я, кстати, только узнал, что есть такая даже улица у нас красивая, но, к сожалению, там тоже происходит чрезвычайная ситуация, и там горела строительная бытовка. Причина стандартная, короткое замыкание электропроводки. А 3 апреля днем на улице Ташкентской горел легковой автомобиль Volkswagen 2000 года выпуска. И, опять же, поврежден также и рядом стоящий легковой автомобиль Kia 2019 года выпуска, так что, следовательно, не только близко возле мусорных баков ставить свои автомобили опасно, но и вообще, в принципе, близко с чужими какими-то автомобилями ставить. Все-таки какое-то безопасное расстояние должно соблюдаться на всякий пожарный. И расскажу также о двух выездах спасателей 4 апреля. Днем в одной из квартир на Чегладзе 6, корпус 1 горели постельные принадлежности. Тут все очевидно. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения закурил в постели. А в 11-м часу вечера в торговом центре Галилео на Бобруйской загорелся наружный блок кондиционера на балконе. Предполагаемая причина – короткое замыкание. Ну и вчера, 5 апреля, в 8.35 спасатели приняли сообщение о загорании в первом подъезде дома номер 99 по улице Калиновского. Что там произошло? Оказалось, горела обшивка входной двери. Ну а предполагаемая причина – это кому-то, наверное, насолил этот сосед и это поджог. Это буквально такая история бывает. Ну что ж, мы все-таки нагадаем про безпеку, так? Нехай все будет выдатно и меньше таких небеспечных ситуаций. Но, конечно же, не можем мы без цикавого и проемного. Литерально про з некольких хвилин мы распочнем нашу угольню. Ну и, конечно же, нагадаем про подарунки. Протягивается наш час безпеки. Я нагадаю, у студии работник Центра пропаганды Минска городского управления Министерства по назначенных ситуациях Александр Папко и переможца республиканских конкурсов Школы о безпеке Илона Нижевич. Поправитание, Илона. Здравствуйте. Ну и у нас сегодня такие незавычайные, я бы сказала, формат. Александр сказал, что хопить пытание задавать, Я муд, больше не ведая столько, сколько Илона. И сегодня гульнюю будет проводить наша гостя. Я нагадаю, что той, кто перше правильно откажет на пытание, кое задаст Илона, то я отримаю подарунок от Минска городского управления Министерства по назначенных ситуациях. Илона, рассказывай в пытании. У меня к вам вопрос. Возможно, вы на его не ответите с первого раза. Все возможно. Но я хотела бы знать, в каком году впервые появился номер 101. Вот вам пытание. Саша, ты ведаешь отказ? Ну, я догадываюсь. Я знаю, когда 112, потому что я, в принципе, работал. А мне Илона сказала, поколь ты там пачывал. А до всех справ, таму я ведаю отказ. Кали вы так сама ведаете отказ. А махчимый нек, сказала Илона, с першыха вы так разу не отгадаете. Вы селеким, разе паспробуйте счастье. Я нагадываюсь, что свои отказы вы насылаете нам за полку радую столицы ВКонтакте. Раздел поведомленья першых, что правильно откажет, отримливая подарунок от Минска городского управления Министерства по назначенных ситуациях. Ну, и узгадали мы про конкурс Школы Безпеки. Саш, расскажи, пожалуйста, у меня, конечно, до Илона больше пытаний. Оля, расскажи. Слушай, а может какая-то подсказка есть еще? Я вот все думаю, в каком году был введен номер. Может, как-то есть какие-то хоть намеки? Не знаю, дата в рождении, может, там... Илона, есть какие-нибудь подсказки? Александр, может, вы знаете, в каком году впервые проводился конкурс Школы Безопасности? Это как-то связано? Да. Это в этом же году, да? Все в одном году. Ага, ладно. Ладно, я думаю, что слушатели будут более нахочить. И Оля у них есть в распоряжении телефоны, интернет, гугл, так что... Так, у Александра мы забрали все это, мол... И он, нет, не откажет конкуренту у него. Слушай, ну, я не хочу забирать подарки слушателей, так что... Давай про конкурсы рассказывай. Конкурс. Вот, я вообще, к сожалению, очень поздно о нем узнал, только когда работать начал. И поэтому очень бы хотел сам поучаствовать. И вот у нас буквально на днях закончился республиканский этап конкурса Школы Безопасности. Вот. На этом конкурсе были ребята со всей страны, самые эрудированные, прям знатоки основ безопасности жизнедеятельности. Вот. Ну, вообще, конкурсы среди разных, ну, всех школьников, да, разделились на группы. То есть, там, первые, четвертые классы, пятые, восьмые, девятые, одиннадцатые. И вот Илона, она победительница в средней группе. Пятые, восьмые классы – это самый знаток во всей республике. Дорога, Илона у яким ты классе? Пятым. Пятым. Так, ну, и, как нам занадто не было соровно, все ж таки, я не буду пытаться у Александра. Ты мне расскажи, что треба было зарабить в этом конкурсе, что ты рабила, как перемахчи? В-первых, нужно хорошо сдать тест, ответить на большее количество вопросов. В тесте 100 вопросов, поэтому желательно ответить хотя бы на 80. Дорога, а на кольки ты отказала, ты ведаешь? Я ответила на 80-300, один из лучших. Позже нужно выступить в нашей категории. Тема называлась «Я расскажу вам о том, что в бой со стихией пожарный идет, тушит огонь и спасает народ». В этой теме нужно было рассказать про профессию пожарного, то, какой он, что он делает для того, чтобы мы спокойно спали и жили. Позже, после выступления, жюри ставят оценки. В этом году была 10-бальная система. Максимальное количество баллов – это 70. Так, и, короче, 70 баллов. Так, а кольки ты набрала, ты видишь? 69. Да пока маль, что полная. Все хорошо было. Позже выбирают 5 лучших. 5 лучших – это финал. Этих 5 лучших человек вызывают, и они могут выбрать любую категорию и любое количество баллов. Ребусы, паутина ОБЖ, литература. Каждый год что-то новое. И можно выбрать количество баллов. 2, 4, 6, 8 и 10. Если ты отвечаешь правильно, то количество баллов, выбранное, начисляется тебе на счет. Если отвечаешь неправильно, тебя просто пропускают, и ничего особенного не происходит. Ты ничего не заработал, получается. Да, и ждешь своего следующего раза. Ну, это для тех, кто постарше, это такой принцип своей игры. Ну, то есть ты отвечаешь на вопрос, стоимость его там 6 баллов, да, допустим? Угу. Я ответила на 3 вопроса из 2, так как в финале 3 круга. Лона, а вот скажи, калиласка, вот ты так сама зацикавилась безпеками? Почему там мама, тата рассказывали, что треба ведать необходимые правила? У всех так отремалось, что ты там отремливаешь 69 баллов, а на 80, там 90, пытаясь отказываешь. В прошлом году об этом конкурсе я узнала чисто случайно. Я была в 4 классе, и в школе мне предложили поучаствовать. Я пошла, хорошо сдала тест, выступила в костюме, на тот момент я еще была гермионой. Вот, выступила хорошо. А в этом году кем ты была? Я хотела сказать, а в этом ходе кем ты была? В этом я была девочкой, которая рассказывала о профессии пожарного. А, так как ты выращила так, не выдумлять ничего, а нормально стандартно сказать. И я уже в средней школе. А, ну, конечно. Как на руки. Вот. В принципе, после финала выбирают трех людей с наибольшим количеством баллов и дают призы. Ага. Ну, все-таки время. А я крактовалась. Вот, например, не веду, махчима вот этот додаток тебе допомагал МНС, а либо что-то іншее? На город меня забирала к себе Татьяна Александровна и Павел Владимирович. Мы сидели, много читали, учили и развивались в общем. Это, кстати, работники МЧС. Я их знаю. Мои коллеги. Таки отказы спросишь, коллеги что у них. Хорошо. А на республику меня учила Ирина Павловна. Это так сама. Ирина Павловна Уласевич, да, я ее тоже знаю, конечно. Про витание Ирани Павловне я так сама ее ведаю. Тому ведаю, кого получится без спецы. А склада нового гуля вось готовься уведать? Запоминать? Гэта ж, кроме школьной программы, вось все гэта. Ну, в принципе, все понятно. Можно строить что-то на ассоциациях. Что-то уже знакомо с прошлого года. Поэтому, в принципе, все было понятно. Ирина Павловна нам все рассказывала, много читали. И Татьяна Александровна тоже. Ну, рассказывай вось там батькам, не ведаю, одноклассникам. Тепер кажешь. Так, вось тут неправильно робишь. Вось гэта трабайнакш. Вот сегодня я подправила свою классную руководительницу. Вось так. Серьезные дети у нас растут. Видишь, дети знают больше, чем классные руководители. Ну, видишь, какая хорошая школа жизни все-таки. Вот эта школа безопасности. Не зря такое название. Сгласись школа. Саправды, я так разумею, что гэта вось уже все был выник. И до наступного года можно, я бы так сказала, крыло расслабиться. Все равно нет. Каждый день нужно что-то читать, что-то повторять, что-то узнавать новое. И идти вперед чуть-чуть продвигаться, можно сказать. На месте все-таки стоять не нужно. Поэтому я уже перехожу в шестой класс. И, возможно, я буду бороться с восьмиклассниками. Поэтому. Ну, а вот скажи мне, ты мог чем будешь за восьмиклассниками змогаться? А после так само будешь и восьмый, и в десятый классах и так далее. Вот ты можешь стать ротовальником? Альбо, пока что не видишь? Еще пока не знаю, но выбор уже есть. Ну, ась так. Выбор есть в сторону МЧС или... Ань, секрет еще показать, чтобы сбылось, да? Понятно. Я думаю, что несколько разов надо выиграть, и тогда так ладно, можно будет вызначиться. Ну, а ты в следующем году будешь участвовать? Я планирую участвовать, идти вперед. Ну, ты же сказали, с восьмиклассниками планую, я на вас, судебничать. Так, у шестом ты будешь, так, с восьмиклассниками. Но это, конечно, нужно постараться. Дорога, я думаю, что постараться нужно и нашим слухачам, потому что у нас худко мы будем подводить выники. Я думаю, что вопросы у нас есть до вас. Илон, если ласка, еще раз напишите вопросы нашей Викторины. В каком году появился номер 101? Если вы знаете, если вы можете догадываться, если ласка, досылайте свои отказы в суполку «Радо ее столица». Вконтакте раздел «Поведомления» худко будем подводить выники. Час без спеки. Протягивается наш час без спеки. У студии работник Центра пропаганды Минска городского управления Министерства по надзвучайных ситуациях Александр Папко и переможца республиканского конкурса школы без спеки Илона Нижевич. И мы скажем «Стоп, гульня!» Илона, давай мы нагадаем пытание и нагадаем докладание и скажем правильный отказ. Вопрос был таков. В каком году появился номер 101? А правильный ответ – это 2007 год. В этом году впервые проводился конкурс школы безопасности. Подказывали, чтобы подказывали Александр Папко. А я, кстати, да, я учился еще в этом году в школе, так что мог, в принципе, участвовать даже. Но что с тобой пошло не так? Ну, если бы знал, если бы знал. Если бы мне сказали, вот, Александр, можешь поучаствовать в этом конкурсе, мы тебе еще и подарки дадим. Я бы с удовольствием. Дарача, про то, какие подарки я спутаюся. Ну, а по коль, что нагадаю, что у нас так само, ты, кто был первый отрымливый подарок от Минска городского управления Министерства по назначайных ситуациях, правильный отказ перчим до Дмитра и 2007 год. Дмитра, ввечаем вас. Ну, и до вас доходит подарок до ратовальников. Ну, а между тем, дарача, Илона, ты столько учила, рассказывала, ну, просто максимум и не спала. Ночь, я не ведаю, как там было. Это все, кроме того, что ты декладно теперь ведаешь, что я крабить. Нек так, а к чему тебе диплом не кидали? Расскажи, пожалуйста. На городе я получила смарт-часы и грамоту. Это на городской этап конкурса, на городе. А на республике за первое место я получила планшет, статуэтку красивую и грамоту. А за квест, который мы проходили вместе с моей командой, мы получили первое место и нам подалили еще одни смарт-часы. У меня есть теперь пытание до ратовальникова. Александр Папко, скажи, а есть какая-нибудь такая старающая группа, там, не ведаю, 30 плюс, там, вось как бы так само. А ты разве в 30 плюс уже? Ну, ну, можно 25 плюс. Ты мне на самое главное пытание откажи. Я вот пытаюсь узнать, сколько тебе лет, а ты вот юлишь, 25. А может быть, 25 минус, да? Ты мне лепше скажи, есть такая вось группа, как я так само там получила что-нибудь. Так, смотри, кстати, у нас совсем скоро, я вот говорил в прошлый раз, да, что у нас студенты-безопасность будущее, да, но это для студентов. Ну, ты, наверное, чуть-чуть не подходишь, правильно? Ну, я могу, конечно. Да, тогда будет на следующей неделе, вот, конкурс уже начнется, так что, если какие-то студенты нас слышат и еще не решаются, ну, тогда быстрее подавайте заявки и принимайте участие. Еще есть неделя подготовиться. Вот, ну, и, в принципе, есть чуть-чуть больше, вот, кому больше 30, там, даже больше 60, вот, если хочешь. А, да бог, я еще поспеваю. Да, если хочешь, можешь, в принципе, на перспективу уже начинать готовиться. Это тоже будет скоро совсем этот конкурс, ну, как скоро, в конце месяца, где-то 27, по-моему, апреля, называется он «Суперстар», так что всех бабушек, дедушек тоже призываем уже готовиться к этому конкурсу. Ну, Саш, дяка, конечно, тебе за «Суперстар», скажи мне, Калиласка, я шею, я ведаю акции у вас «Худка Будя». Откуда ты все это знаешь? Давай, давай, суперстар. Ладно, ладно, не суперстар, хорошо. Есть акции, в которых тоже можно принять участие, вот, и получить какие-то там памятные сувениры и маленькие подарочки. Вот, ты тоже можешь принимать участие в этих акциях, я буду тебе извещать. Вот, одна из таких акций начнется 11 апреля, с понедельника, и продлится как раз-таки до 27 апреля. Так, называется она «За безопасность вместе». Акция проходит по всей республике, ну, и, конечно, цель этой акции – это, в первую очередь, снижение количества пожаров в этот весенний пожароопасный период. Ну, и вообще, в принципе, какое-то вот особое внимание уделяется противопожарному состоянию домовладений, ну, в основном, там, пенсионеров, каких-то одиноких, одиноко проживающих людей, инвалидов, многодетных семей, ну, и семей, которые находятся в социально опасном положении. Вот, для обычных людей тоже очень даже хорошая эта акция, может принести какие-то полезные плоды, то есть можно обратиться в районный отдел по чрезвычайным ситуациям за какой-то консультативной помощью, совершенно безвозмездно это все происходит. Можете, ну, если даже сомневать, какие-то вопросы у вас есть по пожарной безопасности, вашего жилища, можете обратиться, позвонить, сказать, приходить к нам, нам нужна помощь. Обязательно работники придут, посоветуют, проверят, там, посмотрят ваше состояние проводки, например, не знаю, там, извещатель, может, какие-то вот люди, допустим, те же пенсионеры, ну, и в силу своего возраста, физических возможностей не могут встать на стульчик, допустим, проверить, как он там работает, не работает вообще, батарейка есть, нету, там, разрядилась, может. Видишь, я так само не могу, вот, когда я повещальник, настолько проверить. Вот, в районный отдел по чрезвычайным ситуациям, Март, обращайся, мы обязательно приедем, тебе поможем. Ну, ты в силу возраста или в силу роста? Мне с другим поговоришь, давай не будем про мой взрослый, уже все доведались. Я понял, хорошо. Вот, так что, в принципе, обращайтесь, и такую помощь окажут работники МЧС с удовольствием. Ну, скажу по секрету, мы всегда отзывчивы, и даже вне рамках вот этой акции можем какие-то советы дать по безопасности. Ну, стоит только найти таких хороших людей, как, например, как мы, Центр пропаганды, или, да и в любом районном отделе по чрезвычайным ситуациям обязательно найдется отзывчивый работник МЧС, который придет на помощь и подскажет правильные какие-то действия, что нужно делать, чтобы обезопасить свое жилье. Ну, что ж, дяку Саше, дяку Илона. Я нагадаю для наших слухачев, что сегодня в нашей студии был работник Центра пропаганды Минска городского управления Министерства по незавычайных ситуациях Александр Папко, и вось, соправная зорочка, переможца республиканского конкурса «Школа безпеки» Илона Нижевич. Всем поколь!